Страница доклада влезла в экран, да. Тогда, Александр Николаевич, просим вас. Спасибо, Леонид Антонович. Ну, вы правы. Нынешний доклад – это продолжение в каком-то смысле того доклада, который был сделан полгода назад. И он посвящен важной проблеме, которая возникает в квантовых вычислениях, которая возникает в физике конденсированного состояния. Конкретно это проблема вычисления функций от оператора. Ну, мы предлагаем здесь один из алгоритмов. Я его попишу на простых примерах, но попишу словесно. К сожалению, как-то его продемонстрировать более детально очень трудно в одной из презентаций. Хорошо бы, конечно, как-то по-другому сделать, но вот я не нашел как. Итак, вычисление функций оператора в базе СИПАВЛИ. Ну, чтобы была какая-то затравка, я бы хотел вначале все основные определения показать. Ну, во-первых, речь пойдет о базонных квантовых системах, состоящих из кубитов, где с каждым кубитом связано двухуровневое устройство, которое описывается двумерным комплексным бильбертовым пространством. Вот, у меня буквы речи обозначены. Ну, и дуальному в нему эрмитово с отряженным. А также в обиходе у нас пространство линейных операторов. Буквы М, отреченого обозначаются. Интерес, конечно, представляет в основном многоубитные системы, но обязательно конечномерные, потому что все, что будет сказано, верно только для конечномерных систем. Для случая N кубит, соответствующие гильбертовому пространству, есть тензорное произведение однокубитных линейных пространств и соответствующие пространства линейных операторов, на самом деле это алгебра линейных операторов относительно композиции. Это тензорное произведение. Вот, HN и HN метрисопряженное. Размерность быстро растет, потому что в операторах, которые нас интересуют, она равна 4 в степени N. То есть вы сами представляете, что уже для 100 кубитов это огромные числа. Ну, обычно все знакомы со стандартным базисом, который состоит из строк, так сказать, операторов 0, однокубитных базисных векторов 0 и 1. Вот, на последней строке показано определение такой строки. Ну и, соответственно, операторы этого тензорного произведения соответствующего кет-вектора набрали. Да, мы будем использовать базис Паули, который в однокубитном случае состоит из четырех элементов. Это единичный оператор сигма 0. Ну и известные операторы Паули из квантовой механики, которые образуют орто-нормированную базис в пространстве операторов для одного кубита. Ну, орто-нормированный, конечно, это относительно скалярного произведения Гильберта Шмидта. Вот так, как здесь написано, это след от произведения от композиции ремитово-сотряженного оператора на другой оператор. К сожалению, я вот подзабыл здесь, если не указать. Ну, в общем, я думаю, что оно известно. Как в пространстве операторов струнится скалярное произведение Гильберта Шмидта. Элементы базиса Паули в пространстве операторов выглядят как пензерное произведение операторов, однокубитных операторов Паули. И для краткости они обозначаются, вот сигма, где показывает строка, или ее десятичное представление. Обе эти формы обозначены очень недовольные. Так что в этом отношении они сильно сокращают записи. База с Паули как и должно быть содержать в четырех степени элементах, где вот в десятичном представлении Ка от 0, 2, 1, 2, 1, 1 изменяется. И также он портонармированный, согласно последней строке. Имеет смысл перечислить некоторые свойства базиса Паули, собственно говоря, которые и лежат в основе предлагаемого алгоритма. Во-первых, для постановки задачи перейдут чуть позже. А пока вот только скажу про свойства. Это, как говорят, предварительное замечание. Ну, след любого оператора Паули, кроме единичного, равен ею. Это очень важно. Квадрат любого из этнокубитных операторов Паули равен единичному оператору сегмами. Ну и известное коммутационное соотношение, которое во второй строке записано. Я думаю, что оно также всем известное. Важно, что для инкубитных операторов Паули мы имеем практически те же самые соотношения. Конкретно для единичного оператора свет равен 2 в степени. Если оператор не единичный и отличен от единичного хотя бы одним тензорным со множителем, то его свет равен нулим. Ну, по свойству следа. Ну и, конечно, квадрат любого из операторов равен единичному. А вот коммутационное соотношение, они удовлетворяют другому. Они немного другие. Конкретно два оператора, инкубитных оператора Паули могут коммутировать, а могут антикоммутировать. То есть, попросту говоря, ну, если они антикоммутируют, это как однокубитное, а если они коммутируют, то это уже совсем другая история. Собственно говоря, вот на этих свойствах также основан ряд алгоритмов. Кроме того, надо заметить, что эрмитовые операторы образуют в пространстве операторов вещественное и линейное пространство. Так что, если мы эрмитов операторов разлагаем по базе Супаули, то все коэффициенты веществ вещественные. Вот эти свойства, они, собственно говоря, и определяют уникальные возможности использования базы Супаули для различных алгоритмов. Ну, теперь имеет смысл перейти к установке задачи. Она вот чем заключается. Для замкнутой н-кубитной системы. Ну, то есть, в том случае, когда галлютамиалы от времени не зависят, эволюция какого-либо состояния определяется унитарным преобразованием. То есть, попросту говоря, операторные эксперименты есть в степени минус ИТ-Аш. Так что, стоит проблема вычисления таких экспонентов для того, чтобы моделировать динамику, квантовую динамику замкнутой системы. Ну, а с другой стороны, если н-кубитная система рассматривается как подсистема в каком-то тепловом окружении, и в термостате, то в этом случае подсистема находится в состоянии... Ну, конечно, взаимодействие между кластером, подсистемой и термостатом должно быть слабым. Ну, в этом случае подсистема находится, так называемое, в состоянии гипса. Так что, оператор плотности также определяется... Вот эти вот соотношения, я выделю это соотношение, где требуется вычисление, конечно же, опять экспоненты от оператора. Ну, это здесь обратная температура, а Z – статистическая сумма. Она равна следу от числителя. Так что матрица плотности автоматически становится положительной... Извините, становится имеющей след равным единице, но по самому виду формулы видно, что она положительно определена. Ну, в обоих случаях мы встречаемся с проблемой вычисления операторной экспоненты. Она в таком виде записана, где в зависимости от цели там может быть или отрицательное умеемое время, или отрицательная обратная температура. Что-то одно из двух. Собственно говоря, в докладе и предлагается алгоритм вычисления вот этих операторных экспонентов. Ну, на самом деле, вот у нас данный момент из два алгоритма. оба достаточно эффективны. Ну, во-первых, что такое функция от операторов? Я думаю, это тоже всем известно. Но, тем не менее, я коротко перечислю основные моменты. Во-первых, конечно, оператору можно представить матрицей. Размер такого оператора, это квадратная матрица размера 2 в степени. То есть, если он достаточно большой, если он равно уже даже, допустим, 4, то это матрица 16 на 16. А уж если 10, то это 1000 на 1000, даже больше. Ну, а для вычисления операторных экспонентов есть достаточно эффективные методы. Это, во-первых, метод Тротера-Сузуки, который является, конечно, приближенным. Надо сказать, что наши алгоритмы, они предполагают на последний этап использование этого метода. Но в данном докладе я не буду его просматривать. Он, во-первых, достаточно хорошо известен, а во-вторых, он немного лежит в стороне от общения и избежения. Ну, далее, если у нас есть... Вот это будет, собственно говоря, основная тема в данном докладе, что мы рассматриваем голомошные функции от оператора, ну, в частности, от экспонента. Если голомошная функция, то есть она разлагается в ряд, в окрестности нуля, голомошные в окрестности нуля, и тогда мы, конечно, функцию от оператора определяем тем же самым рядом. То есть, попросту говоря, это определение в полной коррелении с общим определением, когда для операторов требуется, чтобы функция от оператора была оператором, у которого спектр... просто есть функция от спектра исходного оператора. Ну, для линдовых операторов это очевидно. Какие здесь методы? Во-первых, это метод прямого суммирования. Он основан на теореме Келлина-Адемельтона, или Демельтона-Келлина-Келлина. В русском варианте это все звучит. И вот эта теорема говорит нам о том, что в конечномерном случае n-ная степень оператора может быть выражена как линейная комбинация предыдущих степеней. Вот минус от n-1 до 0-1. Тогда задача сводится к тому, что мы должны просуммировать числовые ряды. Действительно, мы все степени тогда сведем к этим n-степеням от нулевой до n-1. А собирая коэффициенты, получим эти коэффициенты в виде числовых рядов. Ну, с теоретической точки зрения, это алгоритм имеет полиномиарную сложность. Однако эта сложность такова, что практическое использование такого алгоритма под очень и очень большим вопросом. Ну, вот здесь вот стоит сделать такое замечание, что на самом деле универсальных алгоритмов для вычисления функций от операторов просто не существует. Так что в любом случае, когда мы имеем дело с конкретной задачей, тот или иной алгоритм всегда предпочтительнее, чем тот, чем какой-то вот универсальный алгоритм, типа вот того, который основан на теореме Гамильтона Кирли. Однако этот алгоритм будет эффективным, если Гамильтоня может быть представлен в виде вот такой суммы К-эрмитовых операторов. Так что антикоммутаторы этих эрмитовых операторов, они любой парень этих эрмитовых операторов, они пропорциональны одному из операторов вот этой группы H1, H2, H2. Эти коэффициенты В, конечно же, они тоже вещественны, но усилы вермитовости операторов H2. И они, конечно, зависят от номеров, которых входят в антикоммутатор, КР. вот наиболее просто в этом случае мы всегда в той или иной степени с той или иной степени сложности можем использовать алгоритм Гамильтона Кэри таким образом, что функция от оператора будет представляться в более или менее замкнутой форме. Может быть прибежонной какой-то, а может быть и полностью аналитической. Особенно просто это когда операторы в этой группе антикоммутируют. попросту говорят все коэффициенты Дэра не имеют. Ну, тогда это очень просто. Общий случай был рассмотрен в той работе, в той статье, которую Леонид Антонович упоминал и которая опубликована в вашем замечательном журнале. Так что я подробно на этом алгоритме останавливаться не буду. Основа доклада она связана вот с этой формулой. Формулу Каши Танфорда-Теймбера интегральная формула. Ну, иногда ее называют интегралом интегральной формулы Каши в конечной мировой встречи, а в бесконечном мировой случае интегралом Данфорда-Теймбера. Это будет выражение 1. Ну, здесь Котургамма он охватывает во-первых, он лежит в области голоможности функции Т, а во-вторых, он охватывает на все собственные значения оператора Каши. Так что, в общем, в данном случае Котургамма должен быть вот таким. Ну, в конечном мировом случае мы легко можем найти вот резолюмент умноженную на свою функцию, она вот таким рядом представляется, а дальше использовать формулу Каши для производных от функции внули. Очевидно, что если мы формулу 2 проинтегрируем, поставив коэффициент единицы на 2ПИ, а затем проинтегрируем по этому контуру Гамма, то мы в точности получим вот такой вот ряд. Я вот сюда перейду, на нижней строке. В точности получим вот такой ряд. То есть доказательства этой интегральной формулу Каши замечательно простое. Она кондиция и для операторов, и для матриц. Что касается интеграла, то, конечно, это интегралы от коэффициентов вот этого ряда, которые операторов, степени операторов можно доносить. Вообще все операторы увеличили, можно доносить. А интегрирование не только коэффициентов. Так что интегралы вполне определены. Здесь возникают два момента. Во-первых, можно пытаться аналитически все вычислить, но кроме того, можно представить этот интеграл просто интегральными суммами. Выбрав подходящий куток, например, окружности, таким образом, что на этой окружности переменная z будет представлена как модуль z умножить на и степень и фи. Так что интегрирование практически будет просто полугольным. Хорошо. Вот, собственно говоря, предлагаемый алгоритм использует именно эту форму. Ну, как я уже говорил, универсальности нет, поэтому формула эта будет хороша в одном случае, если мы рассматриваем эрмитовые операторы, которые лежат в некоторой подалгебре оператора. А именно, вот набор операторов H1 и многоточие H1 порождает подалгебру размерности N в пространстве операторов, если выполняется вот следующее соотношение. Тут со всей их композиция опять есть оператор из вот этих подалгебров. Сама подалгебра состоит из всех линейных комбинаций. Вот этих операторов H где коэффициенты комплексные. Это понятно, потому что на самом деле эрмитовые операторы так что здесь коэффициенты конечно же у нас для эрмитов операторов будут вещественные. Вот здесь если вот эрмитов оператор, то коэффициенты вещественные. А в общем случае они не вещественные. Чтобы это была подалгебра мы должны брать композиции операторов. А как известно композиции двух эрмитовых операторов вообще говоря эрмитовым операторам не является. Таким образом если мы имеем дело с такой подалгеброй то мы рассматриваем лежащие вне эрмитов оператора. Предположим что у нас имеется вот такой эрмитов оператор из этой подалгебры умерной декэффициенты как я уже сказал вещественные в силу эрмитовости то в этом случае мы трудно увидеть что резолюнта для такого оператора она раскладывается вот в такую сумму причем все коэффициенты для этой суммы у нас будут вещественными кроме того вот если мы вот это немножко для узко для того чтобы писать это все на это можно в виде суммы писать и самовременную систему можно написать я хотел бы показать это скорее на примере значит вот из этого соотношения которые у нас выделены в данный момент мы получим для вот этих коэффициентов суммы для резолюнта разложения резолюнта мы получим систему линейных уравнений ну конечно уравнений будет ровно m как не трудно увидеть просто как сказать взяв композицию еще одно очень важное замечание вот в том алгоритме который я здесь частично хочу представить мы можем не обязательно иметь подолги а иметь набор операторов который подолги не порождает но мы всегда можем взяв композиции попарная композиция этих операторов дополнить нашу систему до подолги так так что на самом деле условия того что они образуют подолги брод общности не снижают по большому счету это просто сделано сразу для того чтобы избежать потом излишних оговоров ну вот примерно вот таким образом мы будем начислять резолюнты и так это система линейных уровней теперь вопрос если мы можем вычислять эту эти коэффициенты для резолюнта то вычисление самого интеграла Каши вот этого представляет собой не такую сложную задачу фактически оно сводится это вычисление к представлению интеграла в виде подходящей интегральной суммы с требованием точности собственно говоря все сводится квадратурным методом для вычисления интегралов конечно можно сказать мы на каждом шаге должны вычислять должны решать систему линейных уровней ну во первых что здесь можно сказать как правило рассматриваются генетонерами которые состоят из небольшого количества элементов базиса пауза так что в этом случае системы не слишком большие во вторых конечно есть методы которые позволяют использовать дифференциальные соотношения для того чтобы в ряде соседних точек вычислять эти самые решения так что в общем здесь особой проблем для нескольких операторов пауза система а мы пользовались именно сочетанием этой системы с пайтомом или просто этой системой потому что там тоже есть вычисление интегралов численная мы в общем-то как говорится находили что все работает очень быстро по этой причине тут два варианта или мы используем интегральные суммы взяв подходящую культуру не обязательно окружность в ряде случаев как раз нам может быть удобно брать если мы примерно представляем себе так расположены поюса под интегрального выражения или же собственное значение этого оператора то нам очень может быть удобно брать культуры совсем другого типа просто небольшими окружностями охватывая поюса ну чтобы найти поюса надо конечно вычислить определитель вот этой линейной системы я свои рассуждения просто хочу поиллюстрировать на простом примере вот это первая часть примера которым я свой доклад заканчиваю этот пример он в общем-то рассматривает вот такой набор адмитровых операторов это единичный оператор 1 2 3 2 3 1 и 3 1 2 ну то что они подал образует не вызывает сомнение потому что ниже их композиция представлена и кроме того мы рассмотрим гамильтаниан ну сам по себе этот гамильтаниан практического значения не имеет он чисто иллюстративный для того чтобы все можно было расследить на как говорится на раз итак гамильтаниан 4 для него мы резольвенту ищем следующий видео я бы сейчас это все выберу вот таким образом ищем эту резольвенту то есть в виде тех же как и выше было описано в виде линейной комбинации тех же самых операторов включая единичный оператор ну единичный оператор это 7 0 0 0 конечно перемножая это можно сделать даже мусло мы получаем подсистему которая выписана ниже я хочу заметить что она всегда так получается на самом деле она состоит из двух подсистем конкретно из вещественной и миной подсистемы что конечно сильно упрощает редукцию полной системы потому что если у нас допустим 20 операторов то уже система будет 20 или 21 порядка потому что единичный оператор еще не ходит его надо добавить ну или 20 порядка таким образом мы получаем 20 здесь всегда если у нас единичный оператор мы 20 порядка получаем в этом случае нужно разделить на две подсистемы решить сначала систему для комплекса участия а затем для вещественной потому что система для комплекса участия она самая простая там только не улетит это однородная система и в общем находится все очень просто хорошо теперь решение для этой системы решение для этой системы выражается очень просто как я уже говорил мантин это делает за секунду и дает нам результаты которые нужно в такой форме то есть все коэффициенты для резолюнента ой прошу прощения все коэффициенты для резолюнента которые вот здесь фигурируют они вот таким образом находятся хорошо в диппе вот такая вот вещь мы будем считать материалы в общинстве положительной величины в данном случае мы можем конечно найти решение аналитического а именно мы пользуемся тем что у нас с вами вот этот интеграл просто сумма личная которая в квадратных скобках для величины которая в квадратных скобках но поскольку у нас у всех коэффициентов полюса находятся в одних и тех же точках обратите внимание на вещественные оси причем эти полюса всегда будут на вещественные оси для эрмитровых операторов а поскольку мы вычисляем в основном экспоненты от эмильтинга ну или логариф если мы хотим энтропию системы вычислять то в этом случае мы получаем дальше очевидно эти вычеты можно узко взять разложить единица на сэр квадратную узко квадрат сумма двух простых дробей мы получаем вот такое выражение это выражение показывает что на самом деле это есть ничто иное как элемент группы СУ1-1 специальной унитарной группы ну а гамильтонян который мы выбрали он принадлежит алкебре я взял специально такой простой если более сложные примеры ну тогда они были бы куда более громоздкие если они слабее это фактический конец я просто хочу сделать несколько замечаний во первых этот пример мы использовали для частности не только его мы использовали для тестирования нашей программы которая используется вычисление матричных экспонентов с применением интегральных СУ1 ну исходимость метода очень большая все работает мгновенно практически мгновенно ну конечно речь идет только о гамильтоняне состоящем из трех операторов разложенного по базису ПАВЛ ну в этом случае мы конечно же как не трудно понять брали конкретные числа там А, Б и С это конкретные числа в нашем разложении и мы конечно для того чтобы это интегральную сумму мы брали конкретные ну теперь вопрос но с другой стороны если мы туда включим один и тот же коэффициент Тау как здесь или как вот здесь у нас коэффициент Тау собственно мы получим вот просто-напросто сюда включается в виде множителя под знаками ПАУ это в общем триверная вещь ПА везде надо заменить на ПАУ вот и все это первое значит это тестирование во-вторых обратите внимание что если бы пытались разложить это все по стандартному базису то Гамильтонян выглядит бы необычайно громоздко почему потому что каждый из вот этих минуток он содержит на самом деле разлагается на 8 не на 8 а на 4 в кубе то есть попросту говоря на 64 базисных элемента то есть матрица была бы необычайно необычайно громоздко хотя она была бы разрежена но с разреженными матрицами работать не так просто как может показаться так что в этом смысле использование базисы ПАУ оно очень эффективно вопрос а где появляются гамильтонианы так вот ну конечно в первую очередь они появляются в двух направлениях это квартовые вычисления где гринты состоят из вентиля квантовые вентиля состоят из нескольких кубиков в этом случае гамильтонианы очень удобно представлять именно в виде раздвижения по базису ПАУ во вторых они совершенно естественным образом появляются в физике конденсированного состояния когда у нас есть взаимодействие всех кубитов каким-то внешним полем взаимодействие парных кубитов взаимодействие троих кубитов в тетраэдральных конструкциях четырех кубитов ну и тому подобное причем если бы Никеляна конечно выражена через стандартным образом через операторы рождения и уничтожения то преобразование Гордана Гитмера как раз приводит напрямую приводит нас к гамильтонаму выраженному именно в базисе ПАУ то есть вот собственно говоря в чем как говорится важная составляющая этого метра ну большое спасибо за внимание я закончил конечно мой доклад несколько короткий но я готов ответить на все вопросы которые появятся спасибо Александр Николаевич доклад был очень интересный и то что он короткий это хорошо значит в мозгу помещаются все вещи которые мы услышали это хорошо ну да хотя вы знаете не очень-то он и короткий 40 минут как это тем не менее очень методически грамотно построено и доступно у меня есть ряд вопросов но я бы хотел сначала послушать вопросы других коллег друзья коллеги у кого есть вопросы к Александру Николаевичу как-то пока не очень тогда я для затравки свои вопросы сформулирую следующим образом то что представление нужных не всех а нужных операторов базисы Паули предпочтительнее по сравнению с представлением в базисе тензорных произведений вот этих самых базисных векторов отдельных линейных пространств это очевидно и никаких сомнений не вызывает так что это путь конечно же более и красивый и более оптимальный по сравнению с скажем так в кавычках с традиционным путем тем не менее у меня такой праздный вопрос по пути построения этой конструкции вы использовали вот эти самые формулы Келли с автором представление через инварианты симметричное они симметричные через них все хорошо получается пока мы не конкретизируем эрмитовость или антиэрмитовость сами произведения операторов эрмитов вы правильно заметили не обязательно являются эрмитовыми то есть эти процедуры несколько не стыкуются одна с другой имеются ли где-либо какие-либо аналоги через коммутаторы и антикоммутаторы дурацкий вопрос но вдруг вы смотрели нет вопрос совсем не дурацкий но дело заключается в том что этот алгоритм он годится не только для дмитровых операторов другую идею то есть вот эта формула которая сейчас окрою вот эта формула она так она формула 1 она годится для любых операторов никаких проблем нет надо только чтобы операторы представление через n инвариантов вот эта вот формула укорочение представление через n инвариантов вот здесь там где теорема гамильтона кэрри да конечно там для того что если вот здесь вот коммутаторы то в этом случае собственно говоря все немножко сложнее хорошо если правая часть коммутаторов равна нулю в таком случае например экспонент аутаж она сводится просто к произведению экспонент от каждого слога если коммутаторы равны нулю к сожалению если коммутаторы неравны нулю то здесь хороших выражений нет почему нет хороших выражений а потому что когда мы ищем степени так хранил степени какие когда мы ищем степени операторов вот здесь например в квадрате мы оператор умножаем целом на себя и туда входит коммутатор то есть не анти коммутатор а коммутатор то есть таким образом мы как бы автоматически а Александр Николаевич, я прошу прощения. В этих формулах, изначально построенных для скалярных разложений, не учитывается коммутативность, антикоммутативность. Существуют ли аналогичные формулы, учитывающие эти перестановочные эффекты? Сейчас я, может быть, тогда не очень понял. Там был сбой слухи звучания. Изначально во всех этих конструкциях используются произведения матриц. А существуют ли аналогичные построения, которые используют либо коммутаторы, либо антикоммутаторы? В качестве вкладов, степенных вкладов. Существуют ли такие соотношения? Где-либо у кого-либо. Да, я, значит, не встречал. Есть ни с коммутаторами, ни с антикоммутаторами. Значит, я сразу хочу сказать, что если у нас нет вот этих соотношений для антикоммутаторов, то метод не проходит вот этот. Если у нас есть соотношения подобного типа для коммутаторов, то правые части неравными тоже не проходят. Почему? Потому что при возведении в степень... Да, это я уже понимаю. Это я уже понимаю. Кожа, к сожалению, не проходит. Поэтому за исключением триверного случая, когда правые части равновидны. Тогда да. Тогда мы просто получаем произведение экспонента. А вот именно таких разложений... Ну, дело заключается в том, что мало кто использует... Как я самым удивительным странам... Поэтому я и начал представить, что мало кто рассказывает о таких вещах. Да. А дело в том, что базис Паули для вот вычисления функций от операторов не использовал, мне кажется, никто вообще. Я в литературе не нашел ни одной работы. Хотя, ну, собственно говоря, у меня день начинается с просмотра архива, как правило, но для их поиска из воды ничего нет. То есть используются совсем другие вещи. Как правило, матричные методы или троттера Сузуки, формула, которая приближенно говорит. А базис Паули не используется. А почему именно базис Паули? А потому что базис Паули, вот эти антикоммутаторы, они элементарно вычисляются. И мы для антикоммутаторов обязательно получим элемент базиса Паули. То есть базис Паули двух... Конечно, можно какое-то искусственное найти такое разбиение, вот такую сумму для операторов не выраженных видов базисных элементов Паули. Но это будет сложно. А вот если они выражены, то есть Ашка, это на самом деле элемент базис Паули, то в этом случае вот это соотношение, оно становится, условно говоря, тривиальным. Потому что мы просто дополняем до подалгебры, взяв различного рода композиции операторов. И тогда все антикоммутаторы будут у нас иметь такую... Спасибо, я услышал, понял, исчерпывающее. Второй вопрос прагматичный. Было сказано, что подходящий путь – это тот, который содержит все собственные значения и лежит в области голоморфности. Если функция голоморфная во всей, скажем, комплексной плоскости, там как-то попроще. Можно опытным путем подобрать достаточно большую окружность, да и все тут. Если же это какая-то прихотливая формула, либо сам оператор имеет непонятно где находящееся собственное значение, каков, по вашему мнению, практический подход к подбору такого сорта пути? Да, да. Значит, во-первых, есть методы, ну я их, так сказать, они достаточно известны. Есть методы оценки максимального собственного значения. И тогда тоже окружность. А не обязательно окружность. Я вот еще раз хочу подчеркнуть, что вот все полюса, а фактически это то же самое будет. Можно ведь рассматривать не собственные значения, а полюса под интегральным выражением. В данном случае они плюс-минус-п. И почти, наверное, они лежат на прямой, да? Они лежат на вещественной прямой всегда. Если оператор Аш эрмитов, вот если он не эрмитов, в принципе, эти формулы работают. Только там тогда система уравнения линейная будет уже с комплексными коэффициентами. Да, да, да. И там вот здесь вот, собственно говоря, в этом разгложении альфа, бета, гамма будут тогда вещественными. Простите, простите, комплексными. И тогда все немножко не сложится. Но в квантовых вычислениях, вот там, где все это появляется, естественно, там эрмитовы. И все полюса будут лежать на вещественной прямой. Спасибо. Я понял. Это ответ на тот мой вопрос, который... Да, да. Я только хотел добавить. Есть еще способ осуществления. Надо, попросту говоря, вычислить определитель этой матрицы и найти его в ней. Это будут полюса. Матрицы вот этой линейной системы. Именно этой системы линейных алгебраических породений. Да, да. Это будут полюса как раз. Вот, собственно говоря, и что будет. Спасибо. Какие еще вопросы будут к Александру Николаевичу? Дмитрий Сергеевич, Микран Нельсинович, у вас нет вопросов? Ну, а какие могут быть вопросы? Не слышу. Какие могут быть вопросы? В принципе, все верно. Возражений нет, все верно. 5 баллов. Возвольте лицо спинерное представление. Ну, правда, конечно, грустно, что вместо чистоспинерного представления используют символа Юнфельда Вандервердена, называют тут матрицами Паули, которые утяжеляют, конечно, конструкции. Но это, я считаю, вкусовщина кому-то нравится побольше всего, кому-то поменьше. В принципе, это эквивалентно другим представлениям алгебры Клиффорда. Точно так же можно было бы и с помощью квадронионов это предоставлять, и с помощью геометрической алгебры. Ну, широкое направление, которое пострадало от деятельности англичан. А если без политики, прошу прощения, может быть, когда-нибудь ты с Александром Николаевичем проговорите, и может быть, из этого родится какой-то дополнительный результат, плод любви? Ну, вот так вот это мое представление. Об этом я писал, что когда мы описываем алгебру Клиффорда, то и надо использовать представления этой алгебры, а не более общие тензорные объекты. Ну, это понятно, да, конечно. Ну, и он же писал, что очень скорбит, что люди вместо использования чистого спинорного пространства используют инфрида Вандервердена, которая служит для перехода от спинорного к тензорному. Таким образом, человек, использующий матрицы Паули, как бы стоит одной ногой в тензорном пространстве, а другой в спинорном. Вот, Александр Николаевич, ваши рассуждения вызывают скорбь у классика. Нет, я совершенно согласен. Конечно, базис Паули имеет прямое отношение к алгебре Клиффорда. Это, само собой разумеется. Да, только вы знаете, алгебры Клиффорда сами по себе, как абстрактная конструкция, это одно. Ну, а алгебры Клиффорда и, собственно говоря, базис Паули для вот такого вот пространства, которое мы вот здесь вот видим, то есть, попросту говоря, энтензорных произведений, как вот здесь. Это совершенно другое. Почему? Ну, во-первых, кроме, собственно, конструкции алгебры Клиффорда, элементы базиса Паули, они являются, они образуют базис в этом пространстве, и больше того, они в операторном, они образуют базис алгебры Ли, унитарные группы, порядка 2 степени М. Вот это очень важный момент. Это первое. А второе, они позволяют ухватить структуру. Какую структуру? Вот, казалось бы, вот, М кубит. Ну, хорошо. М кубит, это М кубит, это все равно Гильбертова пространство. Какая разница? Размерности 2, ну или размерности 2 степени М. Ну, на самом деле, как мы все знаем, вот это тензорное произведение, М кубит, это пространство, из-за того, что оно именно тензорное, что оно так построено, это не просто 2 степени М. полумерное пространство, оно построено посредством тензорного произведения. Там появляется дополнительная структура, которая приводит к таким, например, квантному явлению, как запутанность и тому подобное. То есть базис в обычном полумерном, двоймерном Гильбертовом пространстве никакой запутанности нет. А здесь есть некоторые элементы, которые являются разложимыми, то есть незапутанными. А есть элементы, которые являются неразложимыми, то есть они должны быть представлены непременно линейными комбинациями. Они, собственно говоря, и представляют вот эту запутанность. Так вот базис Пауэлли, но это тема отдельного доклада, базис Пауэлли как раз ухватывает вот этот момент. А так да, в абстрактном плане, конечно, это алгебра Клиффорда. Но алгебра Клиффорда, наделенная дополнительными структурами. Дополнительные структуры. Собственно говоря, поэтому я про спинтера, про спинтера, я алгебру Клиффорда не упоминал. Не знаю, понятно ли я ответил, так сказать, внятно ли я ответил на вопрос Дмитрия Сергеевича. На замечание Дмитрия Сергеевича. Дмитрий Сергеевич, тебе вопрос был задан. Я не могу так быстро переключать. Уклоняется от конкретного ответа. Да, конечно. Тем более интересно. Дмитрий Сергеевич, Александр Николаевич, большое спасибо. Мне было очень приятно, честное слово. Спасибо. Коллеги, и вам огромное спасибо. А вот насчет запутанности, я тогда отдельно у тебя несколько вопросов задам, чтобы узнать для себя, чтобы прояснить какие-то проблемы. Но не сейчас. Сейчас уже достаточно долго мы сидим. Хорошо, да, да. То есть конструкция вот это в виде тензорного произведения два в степени умерного гильбертового пространства, оно вводит куда-то полночную структуру. То есть как бы элементы, ну, я даже не знаю, как сказать. Пудрит мозги, попросту говоря. Но тем не менее, это не просто два в степени умерного гильбертового пространства, а с дополнительной структурой, которая наследуется. Да, 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 я понял. Я понял то, что ты сказал, да. Спасибо большое. Есть ли еще какие-то вопросы? Если больше вопросов нету, то большое спасибо Александру Николаевичу Цырулеву, докладчику. Большое спасибо Дмитрию Сергеевичу, организатору, и такому со-докладчику, как он называется, Самуилов Константин Евгеньевич придумал какой-то новый термин. Не оппонент, а какое-то другое слово. И всем участникам большое спасибо. Санюк очень любил спрашивать, чем отличается автор отца автора. Это все равно, что ты мне и сапиние. Вот я сапел. Ясно, ясно. На этой великой мудрости Валера Ивановича Санюка мы и закончим наше заседание. Спасибо большое. Всем до свидания. До свидания, коллеги. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok